Итак, мы начинаем новую сессию. Вы видите, сверху написана первая часть заголовка «Автор», «Авторитет». Наверное, можно перевести это и по-другому, там разные есть переводы, «Авторитет», «Власть» можно перевести. Но вот учитывайте, то есть рассматривайте так, что если вы автор, это вас, соответственно, делает неким авторитетом. Не надо сейчас, я подумал. Спасибо. То есть, потому что иначе зачем бы публиковать книгу, если вы не являетесь авторитетом. Но постмодернизм, он подвергает сомнению авторитет. И вообще демократический дух, который выступает против авторитета, подразумевает, что любой может быть автором. И вот это сопротивление авторитету зачастую приводит к так называемой деконструкции. То есть, что это значит, когда люди подвергают сомнению, текст, книгу, статью, фильм, все что угодно, любое послание, они его подвергают сомнениям. В древние времена были книги, которые называли псевдоэпиграфами. То есть, псевдо, что означает? Что это некая лже-книга. Что имеется в виду? Псевдоэпиграф – это писалось, как бы, книга под чужим именем. Например, кто-то написал книгу «Послание Петра». Петр ее не написал, потому что уже умер к тому времени. И есть множество текстов древних, которые можно назвать христианскими псевдоэпиграфами. То есть, люди писали книги под именем неких других авторов. Некоторые из этих текстов писались чисто с целью обмана, другие просто потому, что автору это было интересно и хотелось так написать. Но само это понятие деконструкции псевдоэпиграфа – это связь прошлого с настоящим. То есть, этот феномен продолжается и сегодня. История – это то, что написано или рассказано автором. И с помощью истории мы доносим некую истину, некое наше понимание реальности. Но есть очень большой вопрос власти, потому что люди понимают, что история написана победителем. История пишется победителем. Поэтому всегда есть какая-то некая предвзятость. Также есть понимание, что нет ни одной цельной истории. Любая история лишь частично. Невозможно изложить целую историю. Поэтому существует фрагментация знаний. То есть, всякий раз, когда вам о чем-то рассказывается, вам дается лишь фрагмент, дается определенный взгляд через определенный фильтр, когда человек решал, какую информацию вам давать, какую не давать. И в эпоху постмодернизма люди рассматривают определенные тексты и задаются вопросами, а чего не хватает в текстах. Если в тексте чего-то не хватает, то это сознательно сделано. И люди могут осуществить деконструкцию текста в попытках выяснить, что же было опущено, что не включено в текст. В постмодернизмской культуре мы это часто наблюдаем. Например, просвечивают рентгеном полотна художников, чтобы посмотреть. Может, художник что-то замазал. Или сейчас, когда выпускают на DVD фильм, то очень часто дают вот из-за кулис там, из-за кулисную информацию. Знаете, что такое информация из-за кулис? Понимаете, что это такое? То есть, иногда людям даже интереснее это смотреть, чем сам фильм. И там зачастую содержатся какие-то фрагменты, которые вырезаны были из фильма. Все мы знаем, что все, что нам предложено, сознательно с кем-то составлено, скомпилировано, то есть, произошла конструкция реальности. Если нам передан текст какой-то, и предразумевается, что он авторитетный, то мы, подвергая его сомнению, подвергаем сомнению и авторитет. Конечно, во всех наших школах, университетах мы учим критическому подходу к тексту, его критическому анализу. Вот недавний пример деконструкции, пример в культуре. Кстати, картина, это тоже текст в каком-то понимании, изображается художником историческое какое-то событие в понимании художника. И вот в данном случае человек пришел и повредил картину. Почему? Потому что, как он заявил, он не согласен с художником, потому что художник исказил реальную историю. И этот человек из Воронежа. Я его не знаю, вы, наверное, тоже не знаете. Но, как вы думаете, этот 37-летний мужчина так хорошо знает историю, что он может какое-то суждение вынести за всех остальных, что нельзя эту картину выставлять в музей, потому что она ложную информацию выставляет. Нет, это постмодернистское мышление, когда каждый считает себя экспертом и считает, что он вправе деконструировать то, что ему предложено, то, что ему передано. Как деконструкция относится к христианству? Пристегните ремни, потому что христианство в каком-то смысле внесло свой вклад в развитие деконструкции. Реформация последовала за эпохой Ренессанса. Если говоря поверхностно, Ренессанс, в чем была его суть? Ряд людей в Италии решили воскресить свое славное прошлое. Средневековье прошло, величие Рима ушло в прошлое, и интеллигенция того времени захотела узнать о своем прошлом и стали искать тексты прошлого. В некоторых случаях приходилось ездить на Ближний Восток за этими текстами, потому что в Европе эти тексты потерялись, они бы их сжигали даже в монастырях во время, так называемых, мрачных, темных веков. И вот эта интеллигенция пыталась вернуть эти древние тексты, например, работая с Соклатона, Аристотеля, пыталась найти самый лучший манускрипт, самый лучший вариант текста, самый точный и достоверный. Гуманитарные науки и гуманисты как раз занимались вот этим делом. Позднее протестанты стали делать то же самое. Они хотели найти самый лучший, самый лучший, самый достоверный библейский текст. Эразм не стал протестантом. Вот это Эразм на картине. Он не стал протестантом, но он был очень либеральным католиком. И он очень знаменит тем, что он нашел вот самые лучшие, самые полные греческие манускрипты и составил для того времени очень надежный Новый Завет на греческом. Собрал все книги Нового Завета. И таким образом эти люди искали тексты и отбирали лучшие. И они видели, что между греческими скриптами были расхождения. Насколько я знаю, в большинстве случаев эти расхождения очень маленькие, но они хотели получить точный текст. Протестанты особо были в этом заинтересованы, потому что, как Лютер провозгласил, соло-скриптура, то есть только Писание, вот по такому принципу они действовали. И связан с этим был такой поиск канона, то есть определение того, какие же книги Библии действительно подлинны, истинны. То есть все это было связано с рассмотрением текста, с изучением текста, с решением того, какой из текстов является лучшим. Протестанты сделали вывод, что некоторые книги в католическом каноне не должны в нем находиться. Если посмотреть на основную церковную традицию, то вы увидите, что вот как бы сердцевина, основной канон везде одинаковый. Но в некоторых церковных традициях вот какие-то менее важные книги, второстепенные, по ним идут споры, следует их включать в канон или нет. И Лютер занимался тем, что как раз вот составлял этот новый протестантский канон. Кстати, кто-нибудь знает, как называл Лютер о послании Иоакова? Он сказал, что это послание Соломины, как из Соломы написано. То есть он читал этот текст и решил, что как-то не дотягивает он до определенного стандарта. Почему он пришел к такому выводу? Потому что он, по мнению Лютера, Иоакова слишком подчеркивал дела, а для Лютера важна была благодать, то есть спасение по благодати, не через дела. Что же изменилось? Сначала были свитки и книги, которые писались вручную, писками. Очень трудоемкий был процесс, дорогой в производстве. И только вот власть имущий, только религиозные эстеблишменты, светские власти имели доступ к книгам. Никакой крестьянин не мог себе позволить книгу никогда в жизни. Потому что, поскольку книга была столь дорогой и трудоемкой, а в основном воспроизводились, скажем так, в кавычках, хорошие тексты. Позднее, с появлением печатного станка, можно было производить, уже печатать больше текста, и уже это стоило не так дорого. И уже можно было воспроизводить как второстепенные тексты, и даже те тексты, которые, может, и вовсе не стоило бы печатать. И все больше и больше это распространялось среди населения. А потом, конечно, уже в наши дни появился интернет, теперь тексты везде. Вот представьте себе Ватиканскую библиотеку, там множество древних текстов. Когда-то давно мы с вами не могли бы, не имели бы возможности туда попасть. И эти тексты были доступны только специалистам. И там были привратники, которые как бы фейс-контроль такой осуществляли, решали, кого пустить в библиотеку, почитать, а кого нет. Сейчас можно в интернете зайти на сайт Ватиканской библиотеки, они отсканировали многие документы, и можете сами их посмотреть. И можете найти комментарии на все эти документы. Вы не должны быть специалистом. Все это во всеобщем доступе. Но это очень сильно меняет дело, и как бы очень большой, очень многих смущает. Но далее целый ряд открытий был сделан. Одно из важнейших открытий это открытие гильгамишского эпоса. найден он был в 70-х годах 19-го века, но опубликован только в 20-м веке. Не помню, в каком году, в 40-х годах. И это встревожило многих людей, потому что в гильгамишском эпосе есть история о потопе. То есть, не гильгамиш, а другой персонаж эпоса выживает во время потопа. и люди сравнивали, сопоставляли историю в бытии и историю в гильгамише. Когда эту книгу только нашли, нашли на глиняных табличках и перевели, когда только нашли, люди стали говорить, а, мы теперь понимаем, откуда Моисей взял свою информацию. и большинство ученых изначально были с этим согласны. Теперь ученые считают, что рассказ книги бытия написан независимо от гильгамиша, и он не заимствует текст гильгамиша. Затем в монастыре на горе Синай нашли Библию 3-го века. Смотрите, когда ее обнаружили. Почему два года? Потому что разные фрагменты были найдены в разные года. Когда этот текст был найден, то можно было проверить, посмотреть Писание, посмотреть, что было изменено, какие поправки были внесены в текст Писания. Затем в египетской пустыне, буквально на свалке, нашли древние манускрипты, манускрипты Нагхамадин в 1945 году. В основном это были тексты гностиков. Но в нем было так называемое Евангелие от Фомы. То есть, вы понимаете, что происходило. Люди все это слышали и говорили, то есть, то, что нам традиционно передали, в этом многого не хватает. Вот есть новые открытия, которые дают более полную картину Библии. Затем были найдены свитки Мертвого моря. Открытия, то есть, достаточно долго публиковали свитки Мертвого моря. Только, по-моему, в 90-е годы полностью были они публикованы. Это была община иудейской секты осинов, которая давала очень много новой информации о иудаизме примерно первого века. Некоторые даже утверждают, что Иоанн Креститель был частью этой общины. Мы не знаем, в Библии об этом не говорится, но вот подобная информация распространяет некую загадку и заставляет людей задумываться и такие неглубокие мыслители от этого расстраиваются. Есть два вида неглубоких мыслителей. Один человек это преданный христианин, он просто не хочет об этом ничего слышать. Он говорит, не хочу вообще об этом слышать, не знаю. и если вы мне об этом говорите, ты мне говоришь из Иди Сатана. А есть другой человек, неглубокий мыслитель, просто скептик. Для него это наоборот доказательство того, что христианство ненадежно. И каждый сейчас может вытащить свой смартфон и найти эти тексты. Затем Евангелие Иуды в 2006 было от Иуды было опубликовано в 2006 году. То есть уже мне так это наскучило, то есть все гоняются за сенсацией. Евангелие от Иуды там даже есть упоминание на то, что Иисус мог быть женат и люди все просто так в возбуждении пришли от этой новой информации. Ну и конечно псевдоэпиграфы, о которых я уже говорил. Я бы сказал, что вот это как раз пример псевдоэпиграфа. конечно же не написан этот текст был Иудой. И вот все это как бы поднимает очень много шума и много смятения вносит в глядые люди. У меня дома есть копия свитков Мертвого моря. И конечно в числе найденных документов были и копии Ветхого Завета, еврейской Библии. То есть еще один способ проверить факты изложенные в Библии, если кто захочет. И очень большое происходит такое целое помешательство на так называемых потерянных книгах Библии. Я это поместил в кавычки, потому что это не потерянные книги. Ученые о них знали все время. Но люди, которые публикуют их, стараются вот как бы сенсацию такую создать, чтобы люди покупали. Ух ты, потерянная книга, надо купить. Это же загадка, это интересно, развлекательно. И конечно, это внесло свой вклад в религиозную, в саму религиозную ситуацию постмодерна. И дальше у нас множество древних манускриптов, рукописи Нового Завета. Насколько мы знаем, нет ни одного именно манускрипта, принадлежащего Перу самого апостола, кого-то из апостола. Но есть очень древние рукописи. манускрипты. Нужно помнить, что многие эти манускрипты это лишь фрагменты, это не книга целиком, а какой-то фрагмент текста. На самом деле, когда обнаружили свитки Мертвого моря, пастухи, мальчики-пастухи быстро поняли, что люди могут заплатить за это большие деньги, и в каких-то случаях они просто разрывали свитки на кусочки, потому что за кусочки можно было больше денег выручить, чем за целый свиток. И в зависимости от того, какой Библией вы пользуетесь, в современных переводах зачастую есть ссылки, где написано, что некоторые отрывки Библии не найдены в наиболее, их нету в наиболее надежных из манускриптов. Поэтому некоторые из самых древних манускриптов, некоторых из них нету окончания Евангелия от Марка. Поскольку я это знаю, рассказываю о крещении, то я не буду цитировать Евангелие от Марка 16.16. Нет, потому что человек умный может сказать мне, вот согласно тому, что я прочел свои ссылки в своей Библии, этого стиха не было в оригинале. Или история о женщине, пойманной в прелюбодеянии. Тоже говорится, что в большинстве самых надежных манускриптов этой истории нет. Так, мы можем к этому относиться по-разному. Вы можете сказать, что это информация о дьяволе. Можете меня дьяволом вообще назвать, что я вам это рассказываю. Надеюсь, что нет, что вы этого не сделаете. Но я думаю, что эти проблемы их может использовать дьявол для того, чтобы смутить людей, чтобы вселить в них сомнения. Но могут использовать их люди, которых вообще Бог не интересует. Это удобная отговорка. То есть, если бы я знал, что эта Библия действительно точная и достоверная, я бы, может, и последовал Богу. Ну, да, последовал бы ты. Нет, ты просто неискренен. Я думаю, что все это тоже часть нашего человеческого состояния падшего. я верю в то, что у нас есть достаточно информации для того, чтобы вступить в правильные отношения с Богом. Но я готов согласиться с тем и с тем. если вы хотите отбросить окончание Евангелия от Марка, хорошо, я все равно могу с вами говорить. Если вы хотите добавить в канон те книги, которые нравятся католической или протестантской церкви, я это могу принять, потому что эти книги, они не умоляют и не искажают то, что мы имеем. просто достаточно информации о том, что нужно для того, чтобы быть христианином и жить правильно, так что какие-то отнятия или добавления ничего не изменят. Но просто нужно помнить, что есть много древних книг, например, Республика Платона. Люди подходят к книжному шкафу, вынимают эту книгу, читают и принимают. Никто не говорит, а Платон это не написал, да это неправильная копия произведения Платона, искаженная. Потому очень много было усилий научных для того, чтобы донести до нас именно самый достоверный текст Платона. То же самое происходило из Библии, но вот просто такова реальность. Вот это фрагмент самого древнего текста, самого древнего манускрипта Ветхого Завета, а извините, Нового Завета. Как вы видите, это фрагмент из Евангелия от Иоанна. Оценивается дата написания примерно вот такие годы. И, как видите, текст один и тот же, просто с разных сторон, фрагмент один и тот же, но с двух сторон написан пунктет. Потому действительно это похоже на какой-то пазл, который надо составлять. Например, пять тысяч манускриптов разных размеров, разной величины Нового Завета. Все их раскладывают и оценивают, причем очень так сложно, сложную оценку проводят. И каждый кусочек писания, каждый фрагмент служит для нас способом оценки того, что нам передано, что мы получили. То есть, помимо отрывка о женщине при любви и окончании Евангелия от Марка, там только мелочи какие-то могут различаться. пунктуация по большей части. Интересно, что в книге Откровения есть число зверя 666. Есть древний манускрипт, где число это написано как 616, 616. Один умный человек провел анализ и, по-моему, выяснилось, выяснилось, что произошло. То есть, занимались нумерологией и вот с помощью цифр было зашифровано имя нейрон. И тот переписчик, который написал 616, он как бы другой способ нумерологии использовал. И вот это открытие мне дало понять, что, скорее всего, имелся в виду нейрон под этим. Просто 616 и 666 это были разные способы числового обозначения этого имени. Один римский и другой греческий. Университет Тюбинген текстового анализа, текстологического. существует целый институт в Германии. Я хочу обратить ваше внимание на дату, на даты здесь. То есть, это уже период модернизма. То есть, модернисты начали таким образом изучать Библию. Немцы, англичане подошли к этому иначе. Они не согласились с немецким методом. Метод я не смог определить, как это лучше перевести на русский, но, по-моему, критика источников, если я не ошибаюсь. Критика источников, какова основная идея его, что нужно найти источники, которыми пользовались авторы Библии. И в своем анализе они пришли к такому выводу, что Библия составлялась с помощью как бы компилирования разных текстов. Например, книга Бытия писалась разными авторами, множеством разных авторов, и каждый автор свою нитку, что ли, вплетал в общий текст. В семинарии целый семестр читают курс по критике источников. То, что я вам говорю сейчас, это очень упрощенное объяснение. Но в итоге это побуждает людей в общем-то не верить в Божественное Откровение. Очень часто. И с тех пор вот эта школа Тюбингена многими была дискредитирована. То есть и то, на что они то, что они надеялись получить в своих исследованиях, им не удалось получить. То же самое касается критики формы. Что это значит? Это попытка найти настоящие слова Иисуса. изначальную устную традицию, которая есть в Новом Завете. Избавиться от того, что по мнению таких исследователей добавлено позднее. Очень известный автор Альберт Швейцер написал эту книгу, известную в поисках исторического Иисуса. Видите, что имеется в виду? На самом деле это должно вас разозлить. То есть что он говорит как бы в Библии, Иисус, который изображен, он не настоящий. Нам нужно как бы изучить эту тему и попытаться найти настоящего Иисуса. Хотя книга эта уже очень давно написана, по-прежнему она опубликуется и по-прежнему на нее некоторые ссылаются. То есть видите, вот все это тоже деконструкция, которая была задолго еще до постмодернистского времени. Так, это мы пропустим. Фрагментация. Тоже элемент постмодернизма. Если мы посмотрим на библейские рукописи, это фрагменты в основном. И эта идея фрагментов она видна хорошо в интернете. Когда вы что-то в интернете ищите и там уже этой информации нет. Например, сайт закрылся, используют страницу 404. То есть ссылка битая или в общем ссылка, которая уже не открывается, мы так говорим, мертвая. То есть какое-то знание мы получаем, но оно иногда исчезает и становится фрагментарным. является является ли библия фрагментарным чем-то или она цельная, единая целая. Можно найти много мест в библии, где идут ссылки на тексты, которые нам недоступны в виде манускриптов, которые так и не найдены. Например, вот эта книга числа там идет ссылка на идет ссылка на книгу Господа. книга Брани Господня. Книга Брани Господня. И вот эту книгу нигде пока так и не нашли. Далее. Вот это вот вторая паралип Боминон 33 19. Там ссылка идет на книгу. Там быстрее откроют. Записи хозаи. Спасибо. То есть, но цитируют авторы так, как будто мы должны знать эту книгу, знать, что она есть, существует и доступна, она утрачена. Такова реальность. Я лично считаю, что это не имеет особого значения, но это реальность. То есть, Библия не цельна, но, с другой стороны, она достаточной степени цельна, чтобы вы могли попасть на небеса. апостола. Деяние апостолов полная ли эта книга? Вся ли там полнота истории? То есть, эта история изложена первой церкви, но не полностью. У Луки была конкретная цель написания этой книги, и цель была не в том, чтобы составить полную историю ранней церкви. например, из книги Иоанна, мы не знаем, что произошло с большинством апостолов, мы не узнаем, как погиб Петр, как погиб Павел, мы это знаем из других исторических источников, помимо Библии. Книга Евангелия от Иоанна, там даже прямо говорится, что это не все там написано, и далеко не все. Если посмотреть на окончание книги Евангелия от Иоанна, там сказано, что много еще других вещей совершил Иисус. И сказано, что весь мир не вместил бы книг, если бы записывать все то, что еще было совершено. или если читать начало Евангелия от Луки, там говорится, что многие уже пытались и составляли повествование о событиях, произошедших, и я это сделал очень тщательно и внимательно. И, видимо, Лука так подразумевает, что может другие не очень тщательно составлять свои повествования. но Лука нам по сути говорит о том, что он исследовал, был ли он вдохновлен Богом, Духом, я верю, что да. Но ему пришлось исследовать вопрос, точно так же, как нам с вами, и Бог, Дух Божий им руководил в этом процессе. И также в Новом Завете у нас есть ссылка на послание Иуды идет ссылка на книгу Еноха. И некоторые люди предлагают интересное объяснение этому факту, но большинство считают, что книга Еноха цитируется что некоторые считают, что наоборот, книга Еноха написана позднее, и книга Еноха цитирует послание Иуды, но есть некоторые так объясняют этот момент. Но книга Еноха не входит в канон, но однако же она цитируется. у нас есть ссылка на письмо Павла. Насколько мы можем судить, этого письма не существует. Некоторые считают, что это письмо встроено в какое-то из других посланий Павла в Библии. Я думаю, что если вы постмодернизм, который не верит в Бога, то вы можете сразу сказать, а вот видите, ваша святая книга священная, она очень ненадежная. Если вы человек верующий, вы верите в то, что Бог действовал в процессе откровения, вдохновляя авторов духом и действовал в процессе сохранения этих текстов и тексты эти были сохранены и все, что необходимо нам для спасения было сохранено. Но вот что говорит нам постмодернизм. Постмодернизм говорит нам о том, что жизнь вообще очень запутанная, сложная штука, что ничего нам не разжеванное и в гладком виде не представлено. И действительно, если посмотреть на Библию под таким углом, многое действительно может быть непонятно. И люди сами тоже сложные очень существа. Иисус воплотился и жил в этом запутанном мире, и ему приходилось сталкиваться с теми же правилами жизни, с какими мы сталкиваемся. я думаю, что я воспринимаю Писание точно так же. Писание вдохновлено Богом, но в нем есть и человеческий элемент. Сейчас я остановлюсь и сделаю перерыв. еще продолжение следует. Субтитры